Сейчас на дворе 21 век, и в игровой индустрии каждый может найти для себя то, что зацепит именно его, и он захочет возвращаться в эту игру снова и снова. Но есть и такие шедевры, в которые ты просто обязан поиграть, например Третий Ведьмак или RDR 2. Однако сегодня я открыл для себя игру, в которой я не только прошёл отличный сюжет, посмотрел на красивые виды, открыл новую культуру, узнал интересные истории, ну и конечно именно то, что зацепило меня в этой игре, это отлично проработанные загадки и квесты. Надеюсь по превью и названию видео вы поняли, что речь сегодня пойдёт про очень неоднозначную игру в серии игр про Лару Крофт Shadow of the Tomb Raider. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаёк, а мы начинаем. Погнали! Сеттинг События игры разворачиваются в Южной Америке. Кроме Мексики, Лара также побывает во многих странах Латинской Америки, таких как Перу и Бразилия. В Shadow of the Tomb Raider Лара будет искать подсказки и разгадывать головоломки сразу нескольких временных отрезков и собирать их в одну цепочку. Также хочу отметить отлично проработанный мир. Как такового открытого мира нет, но локации поражают своими масштабами и красотой. Кроме джунглей мы также побываем в старинных пещерах и изучим водные просторы, которые таят в себе много неизведанных мест. Однако не стоит сразу надеяться на яркую картинку, поскольку из-за ошибки Лары начался апокалипсис из предсказаний Майя. Это делает Shadow of the Tomb Raider самой мрачной игрой в серии. Игровой процесс Главной особенностью игрового процесса стала скрытность и бесшумная боёвка от Лары Крофт. Честно говоря, проходя Shadow of the Tomb Raider, мне иногда казалось, что я играю в Assassin's Creed, в Assassin's Creed 4 фракрая. Также хочу отметить интересные фишки стелса. К примеру, чтобы становиться менее заметной, Ларе приходилось обмазывать себя грязью. Также для бесшумных убийств в снаряжении Лары будет нож и лук, которыми чаще мы и будем пользоваться. Однако, если мы уже раскроем себя, то в бой пойдёт и автомат, и пистолет, и даже коктейли Молотова. Конечно, кроме наёмников Тринити, это главные злодеи в игре, в джунглях на нас может напасть Ягуар, а в воде длинный червяк, который не такой опасный, как Ягуар, но тоже может доставить неудобства. Остальное время посвящено исследованию территории и изучению гробниц с опасными ловушками. Сразу хочу отметить классно проработанную систему скалолазания, используя крюк для взбирания на скалы и перемещения по ним. Как я уже и сказал, открытого мира в игре нет, однако это компенсируется большими и отлично проработанными локациями. К слову, сюжетная кампания без побочных заданий займёт примерно 15 часов, но если вы хотите полностью изучить мир и раскрыть все его загадки, то готовьтесь провести в игре вдвое больше времени. Давайте немного поговорим про систему прокачки. В игре есть три ветки, охотник, мародёр и воин. Сразу дам вам совет, прокачивайте только ветки охотника и мародёра, так как ветка воина нужна только для открытых боёв, в которых Лара участвует очень редко. Что говоря про оружие, то каждый найдёт тот лук или тот дробовик, который понравится именно ему. Также хочу отметить, что оружие можно улучшить и дойти с ним до конца игры. Давайте подведём итог игрового процесса. Как вы уже поняли, Shadow of the Tomb Raider является приключенческим боевиком с видом от третьего лица. Графика в Shadow of the Tomb Raider получилась отличная. Также мне очень понравилось, что в игре можно выбрать путь как и стелс-убийцы, так и бойца, который взрывает и расстреливает всех и всё на своём пути. Сюжет. Сразу скажу, что Shadow of the Tomb Raider это первая игра в серии, которую я прошёл. Кстати, напишите в комментариях, стоит ли мне сделать обзор на другие игры про Лару Крофт. Если да, то с какой игры лучше начать? Сюжет начинается с полёта на самолёте, вместе с нашим другом Джоном. Затем мы переносимся в Мексику, где проходит праздник мёртвых. Там мы и выслеживаем главного злодея в игре, доктора Домингеса. После подсказок и дневника отца Лары, мы находим древний кинжал, достав который, можно получить силу, которая способна уничтожить весь мир. Однако не всё так просто. Кроме кинжала надо также иметь при себе второй артефакт, который также ищет Тринити. Однако Лара должна опередить их и спасти мир. Скажу честно, сюжет мне понравился, но не сказать, что он меня зацепил, и я захочу ещё раз его перепройти. Как играется в Shadow of the Tomb Raider в 2022 году? Вот мы и подошли к главному вопросу этого видео. Как играется и стоит ли играть в Shadow of the Tomb Raider в 2022 году? Сразу скажу, что играл я на среднем уровне сложности, но всё равно загадки и квесты доставляли мне трудности. Так что, кто любит головоломки в играх, Shadow of the Tomb Raider зайдёт на ура. Оценивать игру я буду взглядом обычного игрока, которых прошло немало игр, но ни в одной из них я не встречал такое множество головоломок. Если вы хотите сильно напрячь мозги, советую вам проходить игру на сложном уровне, так вы больше прочувствуете тяжесть в пути Лары Крофт. Моё мнение, что игра получилась неплохой, и как я уже и говорил, напоминаю слияние Ассасина и 4-го Прокрая. Надеюсь, видео было полезным, и вы оцените его своим лайком и подпиской. Спасибо за просмотр, и не переключайтесь. Спасибо. 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 Спасибо.